Арганианский доклад. Мига 2. Влогин Джарт. Дикумус Скотти, изможденный бегом, выбрался наконец из грязи. Его лицо и руки были покрыты мошкарой. Поглянувшись на Сирадил, он увидел, как мост исчез в черной массе реки и понял, что не сможет вернуться, пока через несколько дней вода не схлынет. В липкой глубине сгинули все его бумаги. Теперь, чтобы найти связного в Гидеоне, ему следовало полагаться только на собственную память. Майлик все шел вперед, прямо через камыши. Без особенного успеха шлепая то одного комара, то другого, Скотти спешил за ним. «Нам повезло, сэр», — сказал Редгард. Эта фраза показалась Скотти совершенно неуместной, пока он не посмотрел туда, куда указывал палец Редгарда. «Вот он, караван. Двадцать дна, ржавая, забрызганная грязью телега из полу сгнивших досок с шатающимися колесами увязла в жидкой грязи. Толпа органиан с серыми глазами и серой кожей, обычные мрачные чернорабочие, которые можно встретить по всему Сирадилу, собралась в одну из телег, что стоял в отдалении остальных. Подойдя поближе, Скотти и Майлик обнаружили, что эта телега была нагружена черными ягодами, настолько прогнившими, что их едва можно было узнать. Содержимое полоски больше напоминало дурно пахнущий кисель. Да, караван направлялся в Гидеон, и, как сказали Скотти и Органиани, он мог отправиться с ними после того, как они закончат разгружать ягоды. «Давно ли они были собраны?» — спросил Скотти, разглядывая омерзительную пахклажу. «Их, конечно же, собирают месяц последнего зерна», — сообщил ему Органианин Возница. Но поскольку стоял уже месяц заката солнца, ясно было, что ягоды находились в пути более двух месяцев. Скотти своими глазами увидел, что здесь есть большие проблемы с перевозкой, но, в конце концов, именно их решением ему и предстояло заняться как представитель строительной комиссии лорда Ваника. Еще примерно час ягоды лежали на солнце, пока повозку оттаскивали. Те, что были спереди и сзади от нее, сцепляли вновь, а затем впрягали в эту повозку лошадь из головной части каравана. Рабочие едва шевелились, и Скотти решил использовать время, чтобы пройти вдоль процессии и поговорить с новыми попутчиками. В четырех телегах были устроены скамьи для тех, кто не мог ехать сверху. Все повозки были нагружены зерном, мясом и овощами разной степени разложения. В прикоровании находились шесть рабочих арганиан, три имперских купца, так искусственной мошкарой, что их кожа показалась покрытой чешуей, как арганиан, и трое людей в капюшонах, то и по светящимся в полумраке красным глазам Дангеров. Все они везли свои товары по имперскому торговому тракту. И эта дорога, осклепнул Скотти, глядя на простирающиеся перед ним бесконечные поля тростника, который доходил ему аж до подбородка. По крайней мере, это твердая почва, пожал плечами один из Дангеров, а лошади могут есть тростник. Мы иногда выжигаем его, но он всегда растает снова. Наконец караванщик дал сигнал к отправке, и Скотти занял место в третьей телеге вместе с остальными имперцами. Он осмотрелся и обнаружил, что Майлик в терегу не сел. «Я согласился довести Лэн до Чернотопья и вывести назад», — сказал Редгар, который устроился на камне посреди колышущихся тростников и лениво желал морковь. «Я подожду здесь, пока вы не вернете». Скотти передернуло. И не только потому, что Майлик пропустил почтительное обращение сэр. Во всем Чернотопья не осталось ни одного знакомого ему лица. Однако караван медленно двинулся вперед, и на споры не осталось времени. Ядовитый ветер дул вдоль торгового тракта, гоняя волны по морю тростника. Вдали маячили горы, но их очертания постоянно менялись, и Скотти понял, что это были всего лишь клубы пара и тумана. По земле пронеслись тени, и когда Скотти поднял голову, он увидел, что их отбрасывают огромные птицы, с длинными, похожими на пиво и клевыми, по длине не меньшими, чем тела плеть. «Крылобой», — пробормотал и перец по имени Чиру Гемолус, сидевший слева о сходе. Он был молод, но его, похоже, успело потрепать жизнь. «Как и все в этом проклятом месте, они сожрут тебя, если ты остановишься». Эти твари камнем рушатся вниз, откусывают от тебя сочный кусок и возвращаются только тогда, когда ты почти загнешься от потери крови. Скотти поежился. Он надеялся, что караван прибудет в Гидеон еще до заката, но немного спустя он понял, что солнце находится не с той стороны каравана. «Простите, сэр». Обратился Скотти в караванчик. Мне показалось, что вы направляетесь в Гидеон. Караванчик кивнул в ответ. «А почему мы тогда едем на север, хотя должны двигаться на юг?» Ответом ему был тяжелый вздох. Скотти поговорил с попутчиками и выяснил, что они тоже должны были попасть в Гидеон, но никто из них особенно не беспокоился насчет неожиданной петли, которым дала дорога. Сидения были жестковаты для него, ведь он был уже не молод, но размеренных от каравана и сонное колыхание тростника убаюкали Скотти, и он смежил веки. Он проснулся в темноте несколько часов спустя, не понимая, где он находится. Караван уже больше не двигался, и он лежал на полу под камьей, рядом с маленькими ящиками. Вокруг него переговаривали шипящие, щелкающие голоса на языке, которого Скотти не понимал. Ему пришлось выглянуть между чьих тонов, чтобы посмотреть, что происходит. Луны едва проглядывали сквозь густые клубы тумана, окружавшие караван, и Скотти не удавалось найти нужное положение, чтобы увидеть говорящего. На мгновение ему показало, что серый караванщик говорил сам с собой, но тут влажная темнота зашевелилась, и на свет выступили сияющие чешуйчатые фигуры. Сложно сказать, сколько было, но они были огромные, темные, и чем дольше Скотти смотрел на них, тем больше деталей он мог разглядеть. Когда он рассмотрел огромные пасти, заполненные острыми, схожими на игру с дубами, Скотти кинулся по скамью. Их маленькие черные глазенки еще не успели его заметить. Ноги перед лицом Скотти задвигались и внезапно исчезли, когда их владельцы схватили и вытащили с телеги. Скотти забился еще дальше, спрятавшись за ящиком. Он не слишком хорошо умел прятаться, но знал, как обращаться со щитом, то есть догадывался, что если что-то есть между ним и врагом, то это уже хорошо. Через несколько мгновений, после того, как ноги исчезли из вида, раздался ужасный крик. Ослежив за ним и второй, и треть, разными голосами, стена и плач. Люди кричали от боли, жуткой боли. Скотти вспомнил давно забытую молитву Богу Стендару и начал шептать ее. Затем наступила тишина, непрочная тишина, которая сохранялась всего несколько минут. Скотти они показались часами, годами, и после этого телега вновь двинулась вперед. Скотти осторожно вылез из-под камни и обнаружил там Чиро Гемулуса, который дружелюбно оскалился. А, вот в игре, сказала, я думала, что наги вас забрали. Наги? Омерзительные твари, передернула Гемулуса. Настоящие твари с руками и ногами, ростом в семь футов, а когда бесятся, то их все восемь. Они родом из внутренних болот, а здесь им не нравятся, так что они становятся раздражительнее. Вы богатенький имперец, так что вам они были бы рады. Скотти никогда не считал, что он богат. Заляпанная грязью и пятнами одежды вряд ли дотягивала даже до среднего класса, и то в лучшем случае. Зачем я им нужен? Слух подумал Скотти. Чтобы ограбить, конечно, углубнулся имперец. И убить. Вы что, не заметили, что они сделали с остальными? Гемулус нахмурил брови, как вот и упустил какая-то мысль. Вы ничего не прихватили из этих ящиков? Например, сахар? О боже, нет, Скотти сгорчил гримас. Имперец с облегчением кинул. Вы, кажется, не очень-то быстро соображать. В первый раз в чернотопе. Я так понимаю. Охо-хо, хистовые соплики. Скотти как раз собирался спросить Гемулуса, что означает старый странный термин, когда хлынул дождь. Это был настоящий ад. Отвратительно пахнущие желтоватые струи поливали крова под аккомпанемент далекого грома. Гемулус решил натянуть над телегой тент и косился на Скотти до тех пор, пока тот не догадался помочь. Скотти ежился не только от холодного душа с небес, но это размышлений о составе той жидкости, которая изливалась на и без того отвратительное содержимое непокрытых телег. Гемулус улыбнулся, показывая куда-то в Туанспирине. Скоро просохнет. Хоть и никогда раньше не был в Гидеоне, но знал чего ожидать. Большое поселение подобно имперским городам с имперской архитектурой и имперскими традициями, представляющим путникам все удобства. Но впереди была всего лишь группка хижин, топавших грязи. И где же мы, спросил замешательский ход. Хикси, ноук, ответил Гемулус, произнося это странное имя с уверенностью. Вы были правы. Мы ехали на север, вместо того, чтобы ехать на юг.